немножко экспериментировать цветами и спокойно раз это декоративное решение можем делать деревья почти такими красными то есть то что внутри вот здесь вот как кулисы вот эти деревья они будут таки красно-коричневые английская красная ну да такой и вот прям фактически локальный цвет без каких-то полутонов оттенков вот именно так но мы не прокрываем их до конца от начала до конца да вот так взяли кусочки да потом сразу берем промежутки еще не хочется делать просто какой-то голубоватый там или немножко посложнее замес неба это голубой красный и белый ну там просто нужно все же зависит от того каких пропорций нужно с тем смешать с цветом который уже есть да голубоватый то есть небо не должно писаться отдельно от остального если у нас присутствует какой-то оттенок допустим красный в деревьях да в небе он тоже будет то есть влияние одного цвета на другой должно быть иначе получается взаимодействие цветов нет и сразу можно взять вот этот акцент доминанта белого загрязнилась маленькая кисточка на нет пока как раз таки маленькая нужно будет на проработке детали сейчас нам нужно именно пятна сейчас солнце быстро уходит вот эти тени меняются надо поактивнее здесь как акцент сейчас это белый софрой да да потом вот этот нужно еще дорисовать уже кисточкой и сверху маленькую паучку так и вот это тоже яркое особенный пятна клюшения вот и вот и вот 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 потом еще нужно даже в Ну, как бы пятнами рисовать туда. Ну, и вот крышу. То есть мы не так, чтобы мы небо всё выкрасили. Сначала одним цветом, потом землю всё. А мы берём по кускам сначала. Но один цвет к другому. А здесь будет небо разноцветное? Здесь седьмое, здесь губое? Нет, ну там, конечно, надо... Тоже? Да. Там может в каждом кусочке неба добавляться какой-то оттенок. То есть вот раз этот кусочек между этими ветками чуть светлее. В другой кусочек мы добавили, допустим, более таких фиолетоватых оттенков. Третий оранжевый, ну, таких ухристо-рыжих. Так, их можно вот с красной так смешать. То есть мы не выкрашиваем... Можно, конечно, ровно выкрасить. Но так интереснее будет, когда мы вот эти промежутки будем... Где-то они повторяются. Ну, вот там вот все равно. В чем преимущество вот этой декоративной живописи? Что даже того, чего мы, может, не видим, но можем добавить за счет своего, ну, как бы, творческого решения, да? Декоративность, она более свободна в своих интерпретациях. То есть ты можешь так сделать, можешь иначе. Здесь жестких рамок нет. Вот как если академическая, да, школа рисования, и более условная. Чуть-чуть, чуть-чуть, слишком ярко выбрали. Потом это, конечно, доводить надо. Вот зеленый здесь сейчас вот у нас выпадает. Его нужно сделать... Более сложным и интересным вот тут само качество цвета. Такой изумрудный. То есть он может остаться зеленый, но зеленый вот именно... И сейчас мы не увлекаемся вот тенями от деревьев, да, и их вот этими солнечными зайчиками какими-то. И мы сейчас берем вот такие большие локальные пятна. Там можно вот это листовое тоже как пятно темное. Сюда. А потом, допустим, красные элементы деревьев. Мы же не можем просто деревья сделать красными, а все остальное так. Ну, берем, включаем вот этот цвет вот у нас. Вот тут проходит. Ну, чуть-чуть, может, краснее. То есть какая-то перекличка цветовая должна быть у нас. Сюда, сюда. Сюда больше сокры красные. Ну, это потом, когда вот надо выкрасить вот эти сейчас все локальные пятнышки. Добавить. Потом даже где-то контур. То есть мы дальше используем уже, когда все раскроем по пятнам, начинаем делать, прорабатывать детали. И потом можем использовать, допустим, черный контур. Можем использовать красный контур. Допустим, сделать рисунок вот здесь уже красным. И оно начнет работать внутри. Да, вот этот цвет еще будет. То есть декоративно можно отходить от реальности. Не делать там черные деревья или просто коричневые. Можно их было синими сделать. То есть это допускает творческое решение каждого художника. Поэтому этот голубой надо делать сложнее. Можно даже, ну, более ровно, но сложный цвет. Зелень вот эта тоже может быть более охристой такой какой-то. С синим оттенком. Чтобы эта охра не вылетала, да? Продолжение следует...